Всем привет! У меня уже давно пришла вот эта посылка, и не могу я без вас открыть, и в то же время не было возможности у меня отснять, и она уже лежит так давно. Мне безумно стыдно перед Ириной, которая как раз-таки мне ее и прислала. Ссылку на ее канал обязательно оставлю под видео. Смотрите, это алмазная вышивка вот такого размера. Я, кстати, снимаю на полу из-за того, что у меня ни на одном столе не помещалась вот эта посылка. Я думаю, вам видно, и вы все в курсе, что с Алиэкспресс я тоже заказала алмазную вышивку, и как раз вам совмещу обзор вот этой картины, и которую я уже почти доделала. На самом деле, это очень большой труд, это надо сидеть целыми днями. Многие знают, что времени на все не хватает, поэтому сейчас прямо ее делать не буду, а совмещу с обзором со своей алмазной вышивкой. Тут все замечательно упаковано, мне даже жалко открывать. Ну, смотрите, тут пошаговая инструкция, что у нас идет в составе. Подробные пошаговые инструкции, которые, в принципе, я уже знаю. Так как я уже ее попробовала, хочу вам сразу сказать, что очень хорошо, что есть в комплекте пинцет. Он для квадратных страз просто незаменим. Давайте посмотрим саму картину, а я вам дальше расскажу плюсы и минусы круглой и квадратной вышивки. Вот этот листочек очень важен, всегда его сохраняйте. Я вам попозже объясню, почему. Стразики круглые и их действительно легче лепить, потому что я уже сделала почти квадратную и я вам скажу, что на это время у меня ушло очень много. А вот такого голубенького контейнера и держателя для страз у меня и ни разу не было. Спасибо большое, Ирина, за такой прекрасный подарок. Все, что тут есть, в принципе, пригодится даже для ногтей. В комплекте идут пакетики, куда вы можете пересыпать оставшиеся стразы. А точнее, смотрите, они уже в зип-пакетиках, что безумно удобно, а это просто запасные. Комплектация намного круче, конечно же, чем с Алиэкспресс. Ну и сама картина загнулась у меня чуть-чуть. И пока я вам рассказывала и перевернула картину, она у меня чуть-чуть с краев загнулась. Но я думаю, ничего страшного, смотрите, какая она замечательная и красивая. И, кстати говоря, за счет того, что стразы крупные, его будет собирать намного легче, чем я мучаюсь с китайской. Потому что там настолько все это мелкое, да еще вдобавок и квадратами. И плюс еще огромное то, что тут есть рамка, там просто клеенчатый лист и все. То есть вы ее сделали, прогладили, насколько я знаю, утюгом. Кстати, она не проминается, она очень жесткая, это тоже замечательно. Хочешь, не хочешь, а с большим удовольствием будешь собирать. Она замечательная. Еще раз огромное спасибо Ирине китайской алмазной вышивке. Как же делать алмазную вышивку? На самом деле, я вместе с вами буду делать ее в первый раз. Если мне понравится это увлечение, буду заказывать еще. И специально на обзор взяла именно маленькую, размер у нее 30 на 40, потому что больше у меня под камеру, к сожалению, не вмещается. Также под стразы я освободила вот такую вот коробочку. Одна ячейка у меня полностью занята, мне пока что некуда пересыпать, поэтому буду использовать то, что есть. И давайте про стразы. Они находятся вот в таких вот упаковках. Как я понимаю, они там индивидуально идут. Сейчас я с вами вместе разверну и посмотрим, что же и куда нам лучше убрать и как их использовать. Пакет оказался малюсенький, я думала, что он там завернут 52 раза, но это не так. И смотрите, продавец, я так понимаю, под стразы положил такие вот пакетики. То есть я зря приготовила коробочки. Но если мне не хватит вот таких баночек, то, конечно же, буду использовать пакеты. Вложен вот такой вот листочек. Это картинка, которая должна получиться. Также вся комплектация, все, что должно быть, как должно выглядеть. И смотрите, что самое главное, на самой картине именно обозначение с левой стороны. На стразах обозначения совершенно другие. Также, если вдруг вы заблудитесь вот в этой инструкции, с правой стороны у картины есть расшифровка. То есть в любом случае вы не потеряетесь. Одного цвета идет несколько пакетиков. Все не буду доставать, но смысл понятен. И как я поняла, вот этот пакетик уже был разорванный. И он не в единственном экземпляре. Обязательно эти стразики я сейчас соберу, пересыплю и сделаю надписи поверх контейнеров. Я подумала, что слишком жалко для такого количества маленького страз спортить целую ячейку. Так как тут некоторых цветов очень много. И в любом случае придется их пересыпать. И что удивительно, ручкой на этом пакете написать нельзя. Он очень сильно рвется. Он очень нежненький. Поэтому я сделала наклейку с номером. Теперь у меня полный бедлам тут на столе. Но я подумала, что с вами, конечно, я вышивку делать не буду. Во-первых, квадратные стразы. Ими очень тяжело, как я поняла, работать. И если я это буду делать на камеру в первый раз, у меня вся картинка получится наискосок. Хочу вам показать инструменты, которые шли в комплекте. Значит, смотрите. Этот карандаш, вы у меня в видео видели его, наверное, тысячу раз. Практически во всех, где я наношу стразы. Также тут есть пинцет. Он, конечно, тоненький. Но я вот сейчас подумала, для слайдеров или для какой-то мелочевки, даже для ноготков пригодится. И дальше, смотрите, лежит вот такой вот кусочек воска. Главное, правильно его набрать в карандаш. Вот тут вот ячейка внутри, она пустая. Вам надо проткнуть насквозь. Видите, проходит. Когда вы протыкаете, не пытайтесь ее туда внутрь засунуть. Иначе вам не на что будет набирать стразы. А аккуратненько с краев вот таким образом продеваете. И у вас тут получается очень даже хорошее количество воска. Потому что, если вы будете делать это надавливанием, торчащей части у вас будет очень мало. И набирать будет стразы не на что. И еще я тут долго думала, как мне начинать вообще эту алмазную вышивку. Так как вы соединяете пленку, и вот эта часть, она вся липкая. Соответственно, если вы снимете ее сразу всю, есть возможность, что налипнет пыль, грязь. И в конечном итоге очень неопрятная картина получится. Ну или вам придется просто долго мучиться. Поэтому я буду вот так отжимать край и наносить только те стразы, которые у меня находятся тут. Когда я заполню всю полностью вот эту часть, я буду отгибать уже дальше. И таким образом заполнять всю картину. Я не знаю, правильно это или нет. Обязательно напишите мне об этом в комментариях. Как вы делаете алмазную вышивку? Вообще увлекаетесь вы ей или нет? Конечно же, я ставлю фотографии, как это будет дело продвигаться. Надеюсь, что этот эксперимент вам будет интересен. Я с вами заранее прощаюсь. Но смотрите дальше, что же у меня получилось. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok